...вместе с Николаем в 1993 году после провала нашей команды на Олимпиаде в Барселоне. И с тех пор Саидов все время в числе лучших на крупнейших международных турнирах. Второй круг. Второй круг. Борьба за выход в четвертьфинал, в восьмерку. То есть борьба уже за олимпийские дипломы и за олимпийские очки в неофициальном командном зачете. Пока до этого момента, до этого дня наши боксеры с одной потерей продвигаются. Вы знаете, Дмитрий Выборнов был тяжеловес, проиграл американцу Терверу. Но он действительно проиграл бой. Сейчас у нас мало времени в эфире для этого репортажа, поэтому в нем мы совместим два боя с участием российских боксеров. Олега Саидова и сразу следом тяжеловеса Игоря Кшинина. Вы, наверное, видели предыдущий наш репортаж, рассказ о боях тяжеловесов и великолепного француза Кристофа Мэнди, который здесь произвел фурун вчера на культирую фурунского соперника. Но поговорим, впрочем, о тяжеловеске чуть-чуть позже. Сейчас второй полусредний вес 67 килограммов. Когда-то здесь у нас замечательно выступали, если брать эпоху Московской Олимпиады, перед ней, сразу после нее Александр Кошкин, Исрелла Капкахян. Замечательные, хорошие советские боксеры. Итак, первый раунд. Саидов Баэ. Шестой день турнира. Кубинцы пока, несмотря на то, что говорили о том, что вот они здесь послабее, что пришлось им срочно реструктурировать команду после бегства двух боксеров сильных, что все они как бы не в лучшей форме, кубинцы все равно лучше всех, и доказывают это, побеждая, и очень часто побеждают досрочно. Итак, посмотрим. Каков кореец Бэй? Такой же, как все южные корейцы, агрессивный, драчливый, не очень техничный. Ну, пока вот он подтверждает, по крайней мере, утверждение об агрессивности. Сразу начинает атаковать. Корейцы всех тренируют как по шаблону. Вот вырезали шаблон, и под него подгоняют всех подряд. И маленьких, и больших. Эти вперед, бить, 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 бить. Пропускаешь ничего, идти дальше, бить, 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 бить. Посмотрим, пока здесь эта тактика корейским боксерам успеха не приносила. Саидов легко двигается, видит все. Сам попробовал начать. Наверное, скорее всего, с таким соперником Саидов будет работать вторым номером. Встречая, отвечая. Вытаскивая для себя. И контратакуя. Половина первого раунда. Пока особой красоты в этом бою не наблюдается. Особо большого числа активных действий тоже. Корейц будет пытаться идти вперед, потому что просто, наверное, другому и не обучен. Саидов опять все видит, легко передвигается, очень хорошо уходит. Надо бы уйти от Канадовского, конечно, на всякий случай. Пока 1-0. Может быть, хотелось бы, чтобы более жестко встречался, был встречен, встречая боксеры с Кореей. Продолжение следует. Саидов. 2-0. Первый раунд заканчивается. Саидов, безусловно, более умный боксер, более разнообразный. Выигрывает малой кровью этот раунд. Но выигрывает уверенно. Напомню вам, следом выйдет на ринг к Игорь Кшинин, наш боксер первого тяжелого веса. безусловно всем кто боксирует в этом весе тяжело изначально поскольку узнаешь что здесь есть феликс сабон и тем не менее будем зашили на болеть опытный боксер хотя в общем совсем не старый первый раунд сайтов без вопросов победа российского бокса вот прошел первый но я все про тяжелый вес тем временем сайтов во втором раунде только увеличивать преимущество и без перспективность тактики корейца отражена в счете 50 ведь он ничего другого как бы не может он только идет вперед идет вперед идет вперед идет вперед а достаточного арсенала чтобы сайтова обыграть и при этом уклоняться от его встречных ударов от контратак у корейца нету поэтому он отойдет натыкается направо и в голову 60 минута 37 половина боя позади вот в таком бою когда соперник достаточно грязно идет вперед тем более чуть-чуть пониже ростом и нагибает голову вот так вот так вот сходятся они есть опасность рассечения достаточно серьезная и поэтому сайтова конечно нужно быть осторожным здесь он сильнее бой выиграть безусловно должен но риск всегда есть один раз зацепиться из-за вязкой перчатки или краешком маски и потом не оберешься неприятностей как было с александром лепзиком и вот мы не знаем сумеете к завтрашнему дню лепзика привести состояние в хорошие я имею ввиду его рассечение потому что у него серьезно был рассечен нос второй раунд заканчивается кореец активизировался стал еще агрессивнее видите 82 сайтов подустал чуть-чуть вот и не бодрено конец второго раунда опять начинает сам кореец оба устали при этом армейская дисциплина корейской сборной корейских тренировочных лагерей свое дело делает вперед 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 пропускаешь вперед наносишь удар вот смотрите сейчас удар последние секунды концовка раунда немножко смазалась у ёнаса чипулиса в мексике петра за его в москве если мне память не изменяет у меня справочников нет под рукой нашего тяжеловеса льва мухина в риме но золото не было никогда 8-3 по-прежнему алекса это в джон хун дэй из команды южной кореи легко уходить но корее свете не спущает ничего поэтому он идет 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 вперед в этой ситуации хотел бы чтобы все это более жестко встречал потому что видел вроде встречает но удар-то проходит такой подходит скользящий а ему очка не дают а кореецу дают он тоже достает вот опять левый в голову считается не считается вроде точно попал мы сами же видели это сейчас 8 4 полторы минуты до конца четыре очка уже не это не шесть очков заканчивайте дескать бороться давайте побоксируйте почище арсено тут же замечание секундантом правый проходит наконец-то остался возле саитова на секунду до какой секунды на десятую сходу еще нужно считать очко теперь уже просто как говорится остапа понесло я имею ввиду корейского боксера он уже летит вперед только вперед ничего не замечая он знает что проигрывает естественно саитов не демонстрирует особое особого желания принимать встречный бой и правильно делает чуть-чуть застоялся пропустил удар так через перчатку но судьи засчитали 25 секунд последние секунды но последние 95 уйти отсюда надо кто еще в 67 килограммов есть из потенциальных соперников и претендентов на медали но конечно кубинец хуан эрнандес конечно румын марьян симеон эти два очень хороши но даст бог и саитов у нас будет с медалью до спорта и так 67 килограммов давайте дождемся официально цельного объявления победителя рядом с нашим боксером олег саитов на протяжении последних лет все время в призерах дважды был третьим на чемпионатах европы в прошлом году на чемпионате мира был старым где проиграл достаточно ровном бою хуану эрнандесу кубинцу несравненным 4 2 кстати тем самым румыном симеоном он тоже встречался в этом году дании на чемпионате европы проиграл здесь побеждает зал гудит это понятно зал здесь любит и принимает только боксеров темповых только боксеров идущих вперед бьющих вперед-вперед игровая манера американского зрителя не в чести но все-таки бой сидит очень